Всем привет! Для такой простой запеканки нам понадобится 3 картофелины. Натираем их на терке для корейской моркови. Нужно залить холодной водой и оставляем на 15 минут. Одну луковицу нарезаем небольшим кубиком. Обжариваем лук на растительном масле на сковороде. Натираем на терке для корейской моркови одну морковь. Отправляем ее тоже в сковороду. Обжариваем все вместе до готовности продуктов. Нарезаем зеленый лук. В морковь и лук добавляем соль, немного сахара и черный перец. Сливаем воду с картофеля. Перекладываю его в миску побольше, чтобы было удобно перемешивать. Добавляю обжаренный лук и морковь. И сюда же добавляю зеленый лук. Все нужно хорошо перемешать. Делаю заливку. В миску добавляю 3 яйца. Солю. Добавляю специи. У меня это сушеный чеснок и зелень. И взбиваю. Наливаю 150 мл молока. 120 г муки. И все вместе перемешиваю. Выливаем все это в миску с картошкой. И перемешиваю. На противень кладем пергаментную бумагу или, как у меня, антипригарный коврик. И выкладываем картошку. Равномерно распределяем по противню. Отправляем запекать в духовку при 180 градусах на 40 минут. А пока натираю сыр, для того, чтобы потом посыпать им нашу запеканку. Приготовим соус. Добавляем сметану. Майонез. Перемешиваю. И натираю пару зубчиков чеснока. Соус перемешать. И он у нас готов. Через 40 минут достаем запеканку. И посыпаем сверху сыром. Отправляю в духовку еще на 10 минут. Через 10 минут запеканка готова. Можно нарезать. Друзья, большое вам спасибо за просмотр этого видео. За ваши лайки и комментарии. Обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить новые вкусные рецепты. Можно пробовать. Это очень вкусно. И наносно. До новых встреч. Спасибо за просмотр. Пока. До новых встреч. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok